Всем привет! И если внимательно посмотреть на наш канал, то можно заметить, что в последнее время мы часто публикуем видео, посвященные системе учета на предприятии. Давайте-ка на время сменим тему и вернемся к вопросам эффективного управления персоналом. Потому что если с сотрудниками беда, то и учитывать будет нечего. Сплошные убытки. А считать убытки это очень грустно. Так что сотрудники это очень важно. Причем не абы какие, а квалифицированные, замотивированные и лояльные. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Сейчас расскажем про лояльность сотрудников. Интересно, а кто такой лояльный сотрудник? Это тот, на кого вы можете рассчитывать. Тот, кто не подведет и будет активно и эффективно трудиться. И кто не убежит к конкурентам в самый ответственный момент. И обеспечивается это тремя группами факторов. Во-первых, это достойная заработная плата. Но об этом мы говорили ранее. Во-вторых, это не денежные факторы мотивации. Кстати, и об этом мы вам тоже рассказывали. Но есть еще и третий, очень сложный, но не менее важный компонент. Это чувство. Человек – существо не вполне рациональное. И его поступки обусловлены далеко не только расчетами. По пенке закрутился, не выберись. И часто бывает так, что чувство привязанности к своей команде или гордости за свою компанию, а также за результат своего труда значит больше, чем зарплата или должность. Наверняка и вы сталкивались с такими ситуациями. Человека приглашают на другую работу, предлагают больше денег, больше ресурсов, больше перспектив, переезд в другой город. А он не уходит, потому что... Ну как же я брошу своих ребят? И иногда именно такие люди и такие отношения вытаскивают, казалось бы, безнадежные проекты и спасают в безвыходных ситуациях. Так что не сбрасывайте со счетов эмоциональную привязанность своих сотрудников и по возможности усиливайте ее. Конечно, в основном это делается с помощью все тех же мотивационных инструментов. В данном случае не денежных. Но есть еще один полезный совет. Дело в том, что человек не может любить что-то уж совсем абстрактное. Мы не можем быть привязаны к тому, что не можем себе представить. Нам нужен визуальный образ, объект нашей лояльности. Что же может выступать в роли такого объекта? Давайте проследим путь бизнеса от момента его зарождения. Многие крупные бизнесы начинались когда-то практически с нуля. Стив Джобс и Стив Возник начинали в гараже. Также начинали Билл Гейтс и Пол Аллен. Как вы уже могли догадаться, бизнес в самом его начале это горстка единомышленников во главе с лидером. И пока компания в своем штате имеет десяток другой сотрудников, именно этот лидер и именно его личность являются объектом лояльности. И на вопрос «Где ты работаешь?» сотрудник ответит «Я с Сергеем или я с Андреем или мы с Георгием работаем. Там проектик один. Запускаем». Чем харизматичнее будет руководитель, чем сильнее в нем будут проявляться лидерские качества и способности, тем лояльнее будут сотрудники. «Но я во всех случаях выбрал бы богатство!» Кстати, далеко не всегда в команде есть такой яркий лидер. Но на самом деле это вообще не беда. Просто в этом случае объектом лояльности сотрудника будет сама компания в целом. Именно поэтому так важны всяческие корпоративные мероприятия и посиделки. Выезда на природу, поход в боулинг или в кафе после работы. А как же с визуальным образом, а? Помните, мы говорили, что человек не может любить что-то абстрактное? Значит, у команды он тоже должен быть. И он есть. Чаще всего это... Групповое фото. Вот попробуйте сейчас вспомнить свои школьные годы и свой класс. Какой первый визуальный образ вам приходит на ум? «А ты че здесь?» «В школу иду!» Для большинства из вас это будет фотография из школьного альбома. На самом деле, такая совместная фотография чаще всего выступает вроде своеобразного якоря для нашего сознания. Это мы. Вот мы. На фото. Кстати, это я. Третий слева во втором ряду. Покидала жизнь немножко. Так что даже если вы совсем не любите фотографироваться, не отказывайтесь попозировать вместе со всеми вашими коллегами. Это важно и очень полезно для укрепления сплоченности и лояльности вашей команды. Это, кстати, очень хорошо понимали даже 100 лет назад. Но это прекрасно работает даже сейчас. Например, Артемий Лебедев ежегодно делает такие фото. Но бизнес растет. И одно дело ощущать себя членом команды в 10 человек, где все всех знают и друг с другом общаются. Но другое дело, когда компания становится больше и число сотрудников измеряется уже сотнями. Такое групповое фото уже вряд ли будет образом, объектом лояльности отдельно взятого сотрудника. Да и сделать такое фото непросто. Попробуйте-ка собрать всех вместе. Такая большая компания это всегда совокупность отдельно взятых команд. Причем очень разных и иногда даже с разными корпоративными культурами. О корпоративных культурах мы, кстати, тоже уже рассказывали. В большой компании работники могут быть лояльны по отношению каждой к своей группе, подразделению. Но вам же этого мало. Вы же хотите создать основу для лояльности ваших сотрудников по отношению ко всему предприятию в целом. А то вдруг конкурент переманит. Так и уйдут сразу. Всей командой, всем отделом. Так ведь тоже случается. И вы, наверное, слышали о таких примерах. Ну так как же быть? Что же может быть ярким и запоминающимся образом для уже выросшего бизнеса? Конечно же бренд. Логотип. Да-да, вы не ослышались. Бренд и его визуальное воплощение важны не только для продаж и узнаваемости на рынке. Он имеет огромное значение для повышения лояльности вашего персонала. И поэтому, выпуская сувениры и подарки, не забудьте о том, чтобы они достались не только клиентам, но и вашим сотрудникам. А то обидненько получится. Оформляя офис и вход в здание, не забудьте про свой логотип. Пусть он почаще попадается всем на глаза. Украсть им и производственные помещения, и даже склады. Даже в том случае, если клиенты и покупатели там никогда не появляются. Зато там появляется ваш персонал. Собираетесь проводить мероприятие? Тогда позаботьтесь о его оформлении и фирменном стиле. Не поскупитесь на яркие удобные футболки, флиски, кепки, флайеры и значки. Пусть хорошие и светлые воспоминания сотрудников будут связаны с вашим логотипом и вашими фирменными цветами. Тем самым вы им дадите образ, якорь, к которому в их подсознании и будет привязана их лояльность. Ну а если вы думаете, что в вашей компании все хорошо, тогда просто пройдитесь по своему офису и внимательно посмотрите на рабочие места сотрудников. И если на большинстве столов вы не найдете чего-то, чтобы напоминало о вашей компании, значит вы что-то делаете не так. Задумайтесь об этом. Как видите, фирма 1С делает все правильно. Да правильно, правильно. Освободи стул, мне работать надо. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя. Эй, Володь, погоди, ты что, мои слова? Подписывайтесь на YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся. Увидимся. Увидимся, увидимся. Все, пойдем на обед. Субтитры сделал DimaTorzok